Продается любовь, покупается, популярный в общем товар. Днём и ночью девчонки-красавицы выставляют себя на базар. Вся любовь до монеты разменена, хватит на каждого дурака. То ли у них она недооценена, то ли у нас чересчур велика. АПЛОДИСМЕНТЫ Так значит, не каждый теперь человек. Я правду твою заучила, и даже в грустнейших из дней я помню, в чём главная сила. Я знаю, друзья важны. Для чего же грустно прощаться, когда нет никакого конца? Мы могли бы ещё лет двадцать не снимать золотого кольца. Завершение, окончание, разве в этом моей нет любви? Подарю тебе стих на прощание, пока помнишь его береги. Я же знаю, что ты хорошая, и я тоже не так плоха. Если были бы лёгкими ноши, все валяли бы дурака. Милый, милый, давай без проклятий. Помнишь, нам завидовал свет. Но тебе нужно другое счастье. По-другому у меня нет. И ещё одна хочу почитать. Доротенькая норма из моей книги. Наверху шумели сосны. Я пришла поговорить. Знаю, как тебе непросто нелюдимую любить. Отпускаю. Мне не сладко, но ты видишь, я живу. Только осень стынет гладко, в острых листьях мы живем. Спасибо большое. Спасибо большое, Катюша. А сейчас... Извините. Сейчас мы сделали большое объявление и продолжим наши действия. В общем, дорогие друзья, некоторые из вас, гвардейцы, и знаете о том, что результатом пятилетней деятельности клуба является также издание сборника. Вот, как говорится, поэтического сборника. В общем, там как бы сборники выражены три будут ипостаси наших творцов. Это, значит, поэтическая, писательская и живописная, художественная. Вот, как я сразу вам скажу, что вам ждать этого сборника. Во-вторых, интересный момент, то, что, значит, в этом сборнике изначально он нам, значит, помогает его издать государство. Вот, значит, в бюджете, значит, администрации Васильского острова, значит, мы учтены, значит, в этом сборнике. И есть небольшой, значит, у нас стала проблема перед нами, значит, это верстка. Вот, значит, верстка, как вы знаете, ну, те из вас, кто печатается, когда-то дело такое, как бы, сугубо индивидуальное. И как-то так получилось, что верстка не была учтена, вот, как бы, в бюджет. Но, как бы, основную часть денег, подавляющее большинство, ну, представьте себе, напечатать, да, это 300 до 400 экземпляров примерно будет, да, вот этот сборник, примерно от 200 до 300 страниц. Вот представьте себе, какой объем работы, да, плюс ко всему целая редколлегия. И я в том числе трудилась над этим полгода, над сборником, да, вот, как говорится. И сейчас, в данный момент, его верстают. Верстает его гвардеец нашего клуба Максим Валюф. Кто-то из вас его, возможно, знает, как бы, по чисто символической цене он нам, значит, обещал помощь, поддержку. Сделал нам скидку большую, вот, как бы, и все в целом нам теперь нужно как-то собрать в пределах 6 тысяч рублей, чтобы, вот, скажем так, эту верстку сделать, произвести. Вот, значит, так получается, что раз сборник, как мы вам обещали, будет бесплатный, да, то есть, как бы, вот эти расходы неожиданные, они ложатся на плечи лидеров КЛТ, в частности, меня, председателя, да, клуба. Вот, поэтому, как говорится, если у кого-то из вас есть возможность, да, как бы, только в этом случае, вот. Я вас сейчас призываю, когда отвлечь, как говорится, вот, ну, то есть, позову для Оли, только помоги ему немножечко, он поддержи меня. Так, сложилась ситуация следующим образом, что на плечи организаторов прижит любви к опасности, да, ну, соответственно, предлагается желающим посильная, возможная помощь, вклад в общее дело, хоть маленький, да, соответственно, немножко облегчить. Да, мое множество, получается, потому что она, главное, на мои плечи, только, суббогу, отлично. Вот, ну, можно оговориться, при том, при том, что, в частности, мы с Олей, да, вот, мы вредколлеги этого сборника, наши материалы, да, наше творчество там даже не печатаются. Вот, но мы днями и ночами сидели над этим сборником, крапели и так далее, вот, ни с кого за это деньги не спрашиваем, но, вот, как говорится, нам сейчас нужна ваша помощь, если кто-то может, помогите. И, наверное, мы организуем куда-нибудь сбор, да, как говорится, так, типа, донейшн, как это сейчас модно говорить, да, вот, говорится, кто-то поможет посильно, вот, надо подумать, куда складывать. Дайте, наверное, я открою свою гитару, да, как говорится, по вокзальному, вот, представим, что мы с вами на вокзале, вот, как говорится, и я вот выхожу на гитаре, играю вам, как говорится, играю деньги для, для вас же, для вот, самих, вот. Значит, здесь здание может быть, вот, что открываю сейчас, вот, прямо, вот, вот, и вот, вот, плюс у вас встанет, то есть, ну, хоть и сюда, да, вот, он уже не закрыт, вот, в этом состоянии, да, вы заходите, да, подсовываете денежку, и все, никто ничего не знает, а вы сами счастливы, безумно, что вы вложили вклад в общее дело, как говорится, в благородное, честное дело, вот, и сам, соответственно, я туда тоже положу сейчас денежку, вот, ну, естественно, то, что мы не соберем, сами понимаете, как говорится, все равно останется на моих плечах, да, вот, как бы, это и такое дело. Ну, и спасибо вам большое за внимание, вот, продолжаем действия нашего клуба, извините, что уделили на это какое-то время. Вот, значит, далее на эту сцену приглашаем дебютанта нашего клуба, значит, первый раз он у нас в клубе, хотя мы его несколько раз звали уже, да, вот, но особенно мне приятно, что он, значит, у нас поэт, как бы, мы сейчас скажем ему сначала, как это мы объявляем интересному, чтобы он не растерялся немножко, вот, значит, если, ну, как бы, в клубе существует такая традиция, да, у нас, мы говорим о малой родине человечества, да, как бы, того или иного творческого человека, исполнителя и так далее, вот, значит, почему это делается, для чего, потому что, как бы, малая родина, она в каждого из нас вкладывает какое-то, может быть, рациональное зерно, да, творческое зерно, помогает его развитию и так далее, какой-то психологический склад, духовный образ какой-то формирует будущее творческой личности, да, вот, то есть этот вклад неоценим, и забывать об этом просто кощунственно, поэтому, как говорится, в нашем будущем вот такая традиция, и не удивляйтесь, если вот мы объявляем порой человека, выступающего, да, как очень уходим сцену, если он и родился, и живет здесь, мы говорим, такой-то, такой-то, допустим, да, и город Герой Ленинград, вот, как бы, это исторический подход, не пугайтесь, вот, и, значит, если человек приехал и здесь живет, да, вот, как я, например, да, вот, меня представляют, ребята, вот, мои же, я прошу, город Герой Ленинград, такой-то, такой-то Николай Павлов, да, город Герой Ленинград, запятая город Кострома, да, чтобы было, как бы, понятно, что, вот, как бы, я из Костромы, не то, что я, там, деревенщина, да, какой-то, неотерсаный, вот, как бы, ну, там, Кострома такая, подумаешь, а, кто из вас был когда-то в Костроме, да, они поймут, о чем речь идет, да, немножко духовность и той, перед глазами она встанет, здесь духовность, может, коснется немножко души, вот, а те, кто не был, может быть, захотят побывать, вот, ну, то есть вот такая вот закидывается удочка, таким образом, на эту сцену называется паец Нислав Песчанский, город-герой Ленинград, город-герой Севастополь, встречайте! Здравствуйте, Александр, нужен тебе микрофон для чтения или нет? Как хочешь? Наверное, нет. Нет, так лучше, хорошо. Тогда, пожалуйста, четко старайся подвести и название. Четко название, пожалуйста, давай. Черный ворон сидит, попирая гранит среди каменных стен среди мраморных плит стая сучьев сухих в ней секундочку, можно еще разок? Черный ворон сидит в ней среди каменных стен среди мраморных плит стая сучьев сухих в ней вестелится крик на руинах сидит черный ворон старик сколько зов твой унес душ живых и теней забирая других но не трогай моей я ведь знаю ты хочешь ее уволочь в эту черную тень в эту вечную ночь о, не мучай меня не кромсай сердце мне не отдам я души пусть прибудет вовне она там в облаках и просторе полей далеко от твоих заостренных когтей и услышав слова ворон кинулся прочь будто черная тень будто вечная ночь аплодисменты аплодисменты в эту тень называется кукольный театр приехал в город Балган в полуночи глубокой а утром был спектакль дан на площади широкой и был убог и недалек собравшийся народ здесь каждый третий был жесток и скуп из рода в род и среди серой судьбы под музыку и в масках рождалось редкой красоты живое чудо сказка спектакль кончился потом пришел хозяин пьяный и долго хлыст свистал кругом над куклой бездыханкой комичен деревянный крик и восковые слезы нам вовсе чужд пьеро стоит и о мальвине грезы нам вовсе чужд пьеро поэт нам чужд печальный гений нам чужд забота его предмет и смысл его стремлений у нас брат брата предает зачерствую ломать хлеба а он поет а он поет про солнце и про небо так остудим этот пыл пусть будет брат артист хозяин пьяный голосил и вторил плеть и свист ну что хочешь больше мыть заткнулся видишь какой терпи тебе до смерти быть у нас артист и шкой ударит плетью по спине и снег вдруг станет синий-синий и черной горечью во мне отобразится вечер зим ударит плетью еще раз и ветер станет неподвижен и взглянут пара строгих глаз огней из почерневших хижин мои подмозки эшафот и в нервной зиме ожиданий внизу готовится вот-вот сорваться гром рукоплесканий ударит плетью и уйдут яночка в черный страж сурово для раненой души приют закроет небо на засунух спасибо цветок когда плакали травы рассоли и блуждали холодные тени и манили во тьму за собой нераскрытые тайны растений я во сне потерял свое сердце и во сне потерял свое сердце среди растений рожденных из боли я не знал где душе отогреться пусть же сердце цветком обратится чей узор небесков так прекрасен что поверю земли и водицы титанический труд не напрасен от того что он тянется к небу из-под черни оков и пудея он нужнее насущного хлеба и тепла и холод нужнее тихий свет из бутона струится и наверное он не увянет а лишь только сильнее разгорится если темное ихо нагрянет за него я пошел бы войной но нельзя мне не быть с ним поэтом лучше с миром а также с тобой поделюсь этим трепетным светом еще можно посчитать давай еще одно еще одно спасибо черный уголь грязь и смрад там где топ там где сажа здесь я никому не брал здесь и не товарищ даже для предметов я изгой вечно светуют предметы на меня что я такой черный среди белого света и какая польза в нем пусть он черный среди белого света и в пример мне ставят мел стань как он невежа белым но таков уж мой удел что не быть мне нынче мелом и какая польза в нем пусть он свеж пусть чист и молод но не быть ему огнем лишь один бесплодный холод безупречен будто снег гладок будто лед на речке но не знать ему вовек Дина Филатова. Город Петрозаводска. АПЛОДИСМЕНТЫ А Дина нет, да? Да. А, давайте тогда пока Дина говорит. Вот. Я, наверное, вам немножечко почитаю. Ну, бывает такое, да, немножко отключился. Понятно. Вот. Есть у нас, значит, различные музыки в КВТ, которые я вам уже говорил, которые я начал ознакомить. И одна из них — исполнительство. Да, то есть чистое исполнительство. Попробую сейчас исполнить вам. Полечка поснимать, пожалуйста, не меняйте. Там камера не включена. Попробую вам сейчас, пока Дина идет, пока мы ее ждем, значит, представить стихотворение поэта. Вот. Мы с ним об этом договорились о том, что я исполню его стихи с его именем, да? Значит, это поэт города-герой Ленинграда Алексей Чернявский. Вот. После того, как я прочитаю ее стихотворение, выступлю с ним, да, с его именем. Вот. Мы вызовем автора на поклоны. Вот. Такая традиция у нас интересная. Вот. Итак, значит, это стихотворение называется «Горы». Алексей Чернявский. Что лучше гор бывают только горы, Ты знаешь точно, словно дважды два. Волшебный мост, где водопад Медовый, Так манит песни сказочные тебя, Что лучше гор бывают только горы, Твердит тебе твой внутренний кумир. Эльбрус зовет далекие просторы, Из тишины насиженных квартир. Я буду ждать у Финского залива, Мне помахать ты не забудь рукой. Ведь лучше гор бывают только Нива, Волшебных чувств, Посеянных тобой. Спасибо за это. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, вызываем на сцену Алексея Чернявский Для полисметра Кудай-Автор. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, соответственно, мы с Алексеем договорились, Что он принесет с собой материалы свои, тексты, стихи. Вот. И сейчас он, наверное, раздаст нам по рядам, Чтобы мы посмотрели. И, может, у кого-то из нас возникнет желание Так же эти стихи потом исполнить семьям автора. Вот. Прошу уйти. Ещё раз аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Объявили, да, ребята пока посмотрят стихи. И передаём слово уже объявленной поэтессе Дине Хилатовой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И я просто передам. Вот, берите, пожалуйста, для ЭПК. Посмотрите, вот, вот, посмотрите. И дальше назад передавайте. Здравствуйте. Я не разбирала поэтихи недавно и нашла несколько стихов, в которых, в принципе, примерно один юридический герой. Они все без названия, чтобы их не мешать. Я их сейчас не считаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Любимая снилась мёртвой, Павшей на поле дерева, Или прижатой бетонной Плитою. Думаю, что с кошным взрывом Ветер на пепелище. Нет ни следа, любимая. Ищу. Возле руин в подвале поиск идёт напрасно. Мне неожиданно стало ясно, Что все мои подскудно посвящены ей песни. Любимая, скоро утром. Воскресенье. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В доме напротив всегда задёрнуты шторы. Как в тихой речке вода шелестят разговоры. Я теперь вижу тебя по празднику только. Ты застываешь в дверях, попивая настойку. В доме напротив молчат про беду и опасность. Лишь неизменно свеча догорает и гасит. Я перепел уже всё, что бросалось под ноги. В горле застряло одно о тебе и о Боге. В доме напротив не спят и не молятся может. Воском и льдом бередят раскалённую кожу. Я изморал все листы в дневниках и тетрадях. В каждой строке только ты в прослепительном платье. В доме напротив мой лик. Зеркалами захвачен. Я же тобой жить привык. Мы, наверное, хватит. Ты знаешь, божественный путь гораздо сложнее, чем я представлял. А сны становятся злее, не позволяя тебя забудь. Я в каждое слово светской беседы бонзаю острый кинжал. Чтоб вырезать в плоти пространство и времени жалкое. Если бы сомнения стали привычной мелодией Сумы и ночей. Начни напевать эти ретва хиты и сложно уже дышать. Ты лучше, чем кто-либо. Честь защищаешь сословие плачей. Сгораю в тобой, озарённые памяти не спеша. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, напомню еще раз, вдруг кто-то не знает, что мы ведущие, я и Оля. Вы поняли уже, наверное. Если кто-то из вас не записался еще на выступление, мало ли, я не знаю, то подойдите, дерните нас в перерыве за рукав и скажите, запишите, пожалуйста, я буду выступать с тем-то, с тем-то. Меня так-то зовут, хорошо? И перед тем, как я вызвал на сцену следующих выступающих, Ай, у нас уже Ксюша готова, да? Попозже, да, немножко. Ага. Вот, значит, после как раз следующих выступающих, я так понимаю, уже подойдется тематическое время, когда у нас Ксюше слово передать? 2.30. 2.30. Да, у нас 2.30 ровно будет минутка Ксюша. Вот. И, значит, он ее вообще не к нам. А сейчас еще одна рубрика нашего клуба – это юмор и анекдот. Вот. Ну, попробую вам что-нибудь прочитать. Значит, анекдот. В отличие от своего тезки, Робин Бетт грабил бедных и отдавал их деньги богатых. А что поделаешь, есть такая работа сборщик налогов. Следующий был захватывающий триллер «Год в сапогах», премьера в ближайшем военкомате. Анекдот. И сказал спикер народным депутатам, кто из вас без греха пусть первым проголосует за отмену неприкосновенности. Если бросать букет невесты, сделанный из кактусов, то будет понятнее, кто действительно отчаянно хочет замуж. Спросите, пожалуйста. Надеюсь, что мой вопрос не покажется вам не тактичным, но очень хотелось бы знать. Все европейцы, китайцы тоже кажутся на одно лицо. Откуда я знаю? Я японец. Цветы без причины – признак настоящего мужчины. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. И передаю свое слово многоуважаемым коллегам, представителям союза ИЛИ. Для меня это особенная честь. Я так понимаю, у нас представляется рода обоих. Это значит супружеская пара. Замечательные два поэта. Это Виктор Коншиков, город Геройлинград, город Вологда, что особенно мне приятно. И Александр Коншикова, город Геройлинград, город Кострома, что мне еще приятнее. Айза, спасибо. Я сейчас немножко расскажу, что же такое поэтический союз ИЛИ. Всем привет. Действительно, мы представляем поэтический союз ИЛИ. Это, я не знаю, что это такое на самом деле. Это Содружество поэтов, которые занимаются организацией таких мероприятий, которые направлены на провокацию некоторой мысли у человека. То есть или это союз, который всегда дает некий выбор. Выбор самостоятельного решения. И мы всегда стараемся сделать что-нибудь такое, чтобы для людей было немного необычно, немного обняло шаблон мышления. Вчера буквально мы большой толпой ездили в трамвае и читали стихи пассажирам трамвая. И это было для них неожиданно, это было для них интересно. Они улыбались, радовались. И мы рассказали им, что поэзия существует, что действительно мы, поэты, живем в этом мире настоящем. Правильно? Правильно. Ну, вот такие вот дорогие. Так мы и делаем. Так что... Ну, раз обозначены наши города, я на самом деле не из Вологды, из Вологодской области, село Анинский мост, а Саша действительно из Костромы, поэтому прочитаю одно стихотворение, которое посвящено моей любимой жене. «Когда из двух не ты, ты стала ты, ты стала той, кто моею станет на века, над перелеском ласково плескала музыка Костромского мужика. А здесь, где с самого конца земли начало, где начала меня воспламенять, как корова синяокая мечтала и окая мычала на меня. Ах! Видно суждено нам Господом и Богом, чтобы ты была юна и длиннонога, чтобы я был тоже, между прочим, длинноног и юн. Пусть будут синяоки наши дети, пусть мужиками будут дети, апрель и май меня, но только не юн. В любом случае, не юн. Вот, это все стихотворение? Мы нам аплодируем. Ну что? Ну, в общем, я экспериментирую с формой стихотворения, а сейчас почитаю что-нибудь экспериментальное, японское. Ну, отсюда потом... Колокольчик голосом ломкий юный схороню, его не на склоне, а на самом земли теменит, где по весне знаменем взойдет на лазурь синим. Во след птичьему клину склоняться месить глину, жизнью поля полнить. Утро малы волны, сходы с войнами сходный один покроет, встанет строй, затянет до таку, до теку речкою по запястью, нитка синяя прясть ее, милому на рубаху кровь к огню, огонь к праху. Из праха на каждой кочке синим пламенем колокольчик. А ночью изнутри земли слышно звон идет, всякий холм поет медноязыкий, полными латами, шеломами, крылатыми ратными кликами. И гудет степь, плывет речь, язык на язык идет сечь, и идет рац на рац. Рац! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое, дорогие друзья. Виктор Александр. В принципе, вы выступали вдвоем, как говорится, прочитали всего по одному стихотворению, поэтому, как говорится, Витя, Саша, если хотите еще, потом мы вам дадим слово, подумайте, пока что вы хотели почитать. Потому что они в боях по одному стихотворению почитали, правильно, чтобы по-честному было. Мы им еще можем дать эфира потом. А сейчас, наверное, обратимся к новым видео. ПОДПИШИСЬ